Хорошо, когда лицедеи в театре. Более того, мы любим очень супругой посещать театр, если есть возможности. Но ужасно, когда вот это лицедейство в этой обычной жизни важных сферах, где утверждается одно, говорится одно, а в жизни-то происходят совершенно другие вещи. И самое печальное, что большинство не разбирает в этом, не понимает ничего. Поэтому Священное Писание нас побуждает. Господь Иисус многократно повторял, что бодрствуйте. Они говорят, ой, нет, нет, да куда мы там? Знаете, я человек маленький, да ладно, куда там лезть? Зачем это надо? Надо делать свое маленькое дело, вот так вот, вот так вот. И никуда не лезть. Ужасно, когда мы отказываемся думать, отказываемся смотреть, когда мы прячемся от этого. И при этом мы любим цитировать Иисуса Навина, будь твердый, очень мужественный. При этом мы говорим, мы хотим быть как Иисус, да? Иисус был смелым человеком. Иисус был отважным человеком. Иисус был человеком, которого реально Бог вел, реальный Дух Святой вел. Не страх, не угодничество, не вот это лицемерие, не это двуличие. Это было противно две тысячи лет назад. Это ужасно, ужасно и сегодня. Недавно прочитал четверостишия Игоря Губермана. Мы варимся в странном компоте, где лгут за глаза и в глаза, где каждый в отдельности против, а вместе решительно за. Продолжается вот эта традиция, которую мы читаем и у Грибоедова, горе от ума. И раньше эти все вещи были. И сегодня мы живем в это времена. Времена лицемерия. Времена лицедеев. И поэтому Господь, обращаясь к Своим ученикам, и я думаю, это были не только ученики, окружавшие Его в то время, две тысячи лет назад. Но эти слова касаются каждого, кто сегодня называет себя, считает себя учеником Иисуса Христа. Эти слова. Берегитесь закваски фарисейской. Вот этого лицедейства. Берегитесь. Можно так заиграться, что у тебя уже вся жизнь превратится в фарс. Вся жизнь. Я на всю жизнь запомнил вот эту историю, которая произошла со мной в начале двухтысячных годов. Это уже более 20 лет назад, когда я был в Африке, в Кении. И мы там оказались на рынке. И, конечно же, хотели купить какие-то сувениры. И там очень много было разных изделий из черного дерева, как бы традиционные такие африканские сувениры считаются. И, конечно, там было очень много масок. Один продавец как-то назойливо мне все пытался продать эти маски. И я ради любопытства взял одну, к своему лицу подвел. И на что мне этот торговец сказал, нет, министр, не надо так делать, не надо так делать. И я не понял, почему не надо, ну не надо, забирай, не буду тебе ничего покупать. А потом мне рассказали, что поверье есть, что если ты прислоняешь к себе ритуальную маску, она может украсть твое лицо. И у тебя не будет своей личности, не будет своей личности, у тебя будет чужая личность, не своя личность. Поэтому всегда, знаете, ну сейчас, конечно, актеры это суперзвезды, имеющие там миллионные некоторые гонорары, те, которые достигли вершины. Но раньше к актерам-то относились совсем не так, даже в некоторые периоды их не хоронили на общих кладбищах, хоронили за оградой, потому что считалось, что они потеряли свою душу, они убили свою душу, играя чужих людей, других людей. Как бы они примеряли чужие личности, чужие лица, лицедеи, делали чужое лицо, не свое лицо, а свое лицо у них потеряно. То есть это традиция такая, если брать в духовном плане, на самом деле, знаете, можно так играть, что уже и заиграться, уже непонятно, где фальшь, где не фальшь, где правда, где ложь. Уже непонятно, кто ты, где ты, в чем ты находишься, словно вот эта вот маска своровала, своровала твое лицо, и уже где белое, где черное, где право, где лево, все смешалось в жизни такого человека. Все, шиворот на выворот. Я думаю, именно такие люди, о которых мы говорили на прошлом собрании, когда я проповедовал, они так и не пришли себя. Нельзя прийти в себя, потому что уже себя нет. Покаяться нельзя, потому что, а в чем каяться? Во лжи, что есть ложь, что есть правда, или, как говорил Пилат, что есть истина. Ничего не понятно, а ничего не понятно, как покаяться. А если как покаяться, не знаешь, как покаяться, как измениться. И такие люди, они не могут меняться, не могут развиваться. Словно происходит эта деградация. Я думаю, что вот этот образ античного театра, он оказал большой отпечаток на душе Иисуса. И не случайно он именно обвинял вот в этом лицедействии, актерстве, напускном религиозных, часто лидеров своего времени, религиозных представителей. И этим Иисус, конечно же, продолжал плеяду великих пророков, потому что Сын Божий, Он и пророком во многом был. И как пророки прошлого, изобличал неправду. Хотя, да, это, конечно, было опасно. Намного проще по шорстке гладить, да, говорить приятные вещи. Тут смолчи, да, тут этот. Но это другой уже персонаж из Грибоедова. Молчалин, помните Молчалина? Другой. Таким быть выгодно. Таким быть тепло. А вот эти Чацкие, или Чаадаев, который был своеобразным прообразом Чацкого, они редко объявляются сумасшедшими. Да? Или как Иисус. Это действует силой Вильзевула, силой бесовской. Свет пришел, правда пришла. Вы это называете силой бесовской. Да вы что, слепые? А они правда слепые, потому что вот эти вот маски, они их ослепляют. Чацкий уже ничего не понимает. Ни в себе, ни в других. Запутался. Вот в этом смешении. Самое ужасное, когда и дети Божьи начинают запутываться. Потому что мы же и призваны вот в эти мрачные периоды, в мрачные времена показывать на Божий свет, показывать на Божью истину. Причем показывать не только своими словами, не только красивыми лозунгами, которые мы научились так звонко кричать со сцены, будь твердые, очень мужественные. В жизни своей это показать. В жизни своей это продемонстрировать. Вот в чем сила Евангелия. Вот в чем призвание церкви, которая и называется столпом и утверждением истины. Ни театральности, ни лицедейства, при всем уважении к актерской профессии. Именно истины мы призваны утверждать. И пророки прошлого, которые были до Христа, они тоже говорили об истине. И вот если мы с вами откроем книгу пророка Михея. Книга пророка Михея. Третья глава. Десятый стих. Вот смотри, обращается к святому городу. Обращение к Сиону, к Иерусалиму. Тем, кто там созидают. Сион. Это ж такое, знаете, название. Созидающий Сион. Восстанавливающий Иерусалим. Как мы любим такие названия, да? Сражающийся за правду. Какой молодец. Просто с огнем большеристским в груди он тут сражается. А вот смотрите, обращение. Созидающий Сион кровью. И Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки. Священники его учат за плату. Пророки предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа и говорят. Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле. И Иерусалим сделается грудою развален. И гора дома сего будет лесистым холмом. Видите? Итог такого лицемерия – крах и развал. Это касается и церквей. Это касается и стран. Это касается и народов. Как бы они себя ни называли. Как бы они ни говорили, среди нас Господь. С нами Бог. Можно на пряжках печатать. Чекалить просто. Бог с нами. Господь с нами. Так красиво выглядит. Но постигнет крах и развал. Почему? Потому что реальность-то такова, что это всего лишь маска. Это всего лишь игра. Ложь и обман.